Только что мы с вами поговорили о Паисе Хелиндарском, увидели школу, названную его именем, увидели памятник в честь его воздвигнутый. А здесь мы видим музей Паисе Хелиндарского, который располагается на историческом месте, можно даже сказать, на фундаменте дома, где родился Паисей Хелиндарский, провел детство, отроческие годы. И, понятно, уже ничего, конечно же, к сожалению, не сохранилось, и было воздвигнуто такое вот интересное архитектурное сооружение, которое является его музеем, как я только что сказал. И вверху, там, где купол, крестик, есть инсталляция кельи Паисе Хелиндарского, в которой он совершал свой монашеский молитвенный подвиг. Так, в течение жизни он был в различных монастырях, и на Афоне, и в Болгарии. До Афона тут достаточно не так-то уж и далеко, друзья мои. А улица, на которой мы находимся, названа в честь Гоцеделчева, также революционера, просветителя, учителя школьного, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Болгарии. И улица эта самая красивая, с моей точки зрения, которая есть в городе Банска. Течет ручей, ответвление центральной реки, которая делит Банска пополам, река называется Глазне, в честь камушков, круглых гальки, галышей, говоря простым языком, которыми усыпано дно этой реки. Так вот, друзья мои, сделано ответвление, которое течет на протяжении всего Банска и делит его, условно говоря, пополам. На берегах этой речушки маленькой располагается памятник музея Паэсию Хилендарскому. Вот такая вот здесь замечательная красота. А вот и памятник Гоцеделчеву, в честь которого названа улица, где мы сейчас находимся. История представляет собой тесный сплетенный клубок. Говоришь про одного исторического деятеля, затрагиваешь другого, потом идешь к его памятнику, потом вспоминаешь еще что-то, показываешь. Банска уникальный, конечно, город. Тут настолько все сплелось, что можно говорить бесконечно долго об этом городе, о деятелях исторических, которые тут проживали, которые тут родились, которые занимались, вели свою деятельность. И опять же, визитной карточкой, изюминкой, харизмой Банской являются многочисленные бюветы. Возле церкви Святой Троицы я уже показывал. А на самом деле их тут великое множество. Вот второй покажу. И это далеко не исчерпывающая перечень. Их множество. В частном секторе, в разных-разных уголках, где можно уторить жажду в летний зной, где пополнить запасы питья. Видите как? Изначально здесь источник вот в таком вот приблизительном виде сделали в 1968 году, а реконструировали и открыли 15 августа 2018 года. И все это располагается под сенью гор, где облака располагаются, находятся ниже горных вершин. И вот она, панорама самой красивой, с моей точки зрения, улицы в городе Банска. На всем протяжении реки Глазни и ее ответвления, которое течет по улице Гоцеделчева, и в различных других локациях города Банска располагаются такие вот деревянные чаши. Очень антуражные. Акведуки тоже деревянные. Да, они протекают, но это очень так, вот здесь хорошее слово, лампово смотрится, очень аутентично. Друзья мои, что бы вы думали, для чего данное приспособление функционирует? А ведь это стиральная машина. Местные жители кидают сюда ковры, дорожки, рогожки. Проточная горная вода вымывает всю пыль, грязь. Вот такое вот даже идет отсеивание воды, да, чтобы какие-то крупные соринки, крупный мусор, точнее, не проникал дальше по течению реки. И получается по итогу чистое изделие. Вот такое вот импровизированное, такая импровизированная прачечная химчистка, она же стиральная машина. И все это настолько красиво сделано, что просто я не могу говорить спокойным голосом. У меня полный восторг. Субтитры сделал DimaTorzok Первую половину дня лили сильные дожди, и вот с гор идет такой поток воды. То есть если раньше в этой чаше деревянной на донышке вода колыхалась, то теперь она переливается через край и не успевает через спроектированные отверстия уходить вниз. Поэтому тут даже чуть-чуть асфальта затопило. И водичка уходит вот сюда, в канаву. Настоящая горная река. Вот такая интересная достопримечательность располагается на центральной улице, названной именем Гоца Делчева, в Банско. Это солнечные часы, установленные, как видим, в 2019 году. Причем, что самое интересное, я так немного скептически к ним относился, потому что велика погрешность, но часы реально работают. Видим, около 11 часов сейчас, но часы чуть-чуть, скажем так, опаздывают. Сейчас 11 часов 3-5 минут, а согласно солнечным часам, как будто бы сейчас без 5-11. То есть плюс-минус 10-5-10 минут идет отставание. Но часы работают. Вот что самое интересное. Они реально работают, то есть неспроста их расположили на данной локации. И все это располагается на фоне вот такой красивой улицы. Которая мне очень напоминает Харьковский Саржин-Яр. Журчание воды, ручейка. Действует освежающий во всех смыслах и очищающий на душу человека. Вода смывает весь, возможно, имеющийся негатив. Очень красиво. И зимой, и летом здесь так. Нету толпы людей. Спокойный, провинциальный. Мирный городок. Продолжение следует. А еще в Банско сильны древние языческие верования. Вот видим сгоревший остов дерева, который начинен осиновыми кольями. И таким образом это является оберегом от нечистой силы. Вот таким вот образом существует христианская традиция и древняя, до нашей эры, языческая. И все это, соединяясь между собой, образует уникальный коктейль исторического облика города Банско. А тут, дорогие друзья, мы видим еще один памятник выдающемуся банскальцу, который занимался альпинизмом и, к сожалению, погиб во время восхождения на горную вершину. Но не в Болгарии, конечно. Опять же, этот памятник располагается на улице имени Гоца Делчева. На этой улице потрясающая великая концентрация памятников. И в завершении моей импровизированной экскурсии покажу очередной, уже третий памятник, установленный в честь даты 5 октября 1912 года. Банско, помни своих героев. Это люди, которые положили свою жизнь за свободу и независимость Болгарии. Для чистоты исторической справки уточню, что именно в Банско началось болгарское возрождение, возрождение национального духа, самоопределение, самосознание. И именно благодаря деятелям историческим города Банско, благодаря Банскалиям, мы имеем государство Болгария в том современном виде, в котором оно есть. Независимым, самостоятельным, достаточно развитым. И что самое ценное для меня, как для искусствоведа, как для историка, это то, что Болгарии помнят и чтят своих героев. Это достойно уважения. В Банско очень много памятников различных. И если я буду их все показывать, это уйдет не один час и даже не один день. Поэтому приглашаю всех приехать и воочию полицезреть замечательные архитектурные творения. Банско действительно достоин вашего внимания. До новых встреч!